50 студентов уже начали обучение в МГУ Саров. С первых дней они занимаются фундаментальными исследованиями в области физики и математики. В ходе неформальной беседы за чашкой чая с главой города ребята обсудили перспективные направления развития науки. Рассказали об уникальных лабораториях, действующих на базе вуза. Филиал МГУ, который был здесь создан, на этой территории, это очень важная и значимая веха для нашего города, я думаю, для страны. Это восьмой филиал МГУ. И тот факт, что Московский государственный университет рассматривает нашу территорию как место, на которое можно создавать, можно растить своих студентов, будущих ученых, показывает то, что мы признаны и академическим сообществом. И мы понимаем, что на нашей территории есть возможность развивать это направление. Мы будем привлекательны для перспективной молодежи. Также поговорили о студенческой жизни, вечном двигателе и искусственном интеллекте, увлечениях молодежи, музыке и спорте. Алексей Сафонов поделился историями из личной жизни. Студенты рассказали о своих целях и мечтах. Говорили о разном. Мне нравится общаться с молодежью. Они не скованы рамками, они любопытные, они интересующиеся, они способные. Поэтому затронули все темы. Затронули темы моего прошлого, их будущего, нашего настоящего. Все возможные аспекты нашей жизни. В стенах филиала собрались бакалавры из разных уголков страны. Санкт-Петербурга и Москвы, Ивановской, Нижегородской, Тюменской областей, Татарстана, Якутии. Диляра Уразова приехала в МГУ Саров из Казани. В мае этого года девушка проходила практику в ядерном центре в НЕФ. Диляра признается, что с первых дней влюбилась в Саров и заинтересовалась работой на нашем предприятии. Смотря какой район, где ты побывал. Но мне нравятся в первую очередь это люди. То есть тебе поступят дорогу, если ты начнешь переходить даже в неположенном месте. Я занимаюсь математикой, именно прикладная значимость, где бы я могла свои знания применить, это вот в НЕФ, это вот прям прямиком. Поэтому у меня было желание либо с РФТ поступить, либо в МГУ. Я выбрала суперкомпьютеры направления. Вообще сложно, но интересно. Встреча с главой вышла живой и непринужденной. После беседы студента пригласили Алексея Сафонова на экскурсию. Показали территорию университета и свои кампусы. Человек очень позитивный, я бы сказала, и довольно-таки молодежный. Прям с молодежью на одной волне. И это очень мне понравилось. Ну, я бы, наверное, с ним поговорила бы еще. Потому что мне нравится его взгляд на мир, как он строит предложения, как выстраивает с нами разговор. Сейчас мы те люди, которые должны вкладываться в учебу, в свое развитие. И от нас сейчас многое зависит от самих себя, какое у нас будет будущее. В этом году строгий отбор прошли 50 лучших бакалавров, выпускников ведущих российских технических вузов. Среди них те, кто окончил бакалавриат с красным дипломом. Попал в топ лучших студентов того или иного университета. 20 магистрантов будут обучаться по направлению физика. 30 по направлению прикладная математика и информатика.